уважаемые зрители и подписчики но после того как мы сделали наше запенивание проверяем наши эти откосы так это у нас сверху подготовлено чтобы верхний откос делать сейчас мы направили луч отрегулировали но посмотрите как получился у нас угол вот сейчас я даже вот если видите четко все микрон в микрон но здесь в принципе везде такое если взять вот сниже если взять то получилось ну конечно не факт что например деревяшки вот если я сейчас возьму и можно будет посмотреть вот здесь ставить она сами деревяшки тоже могут быть вот если он здесь посмотреть ниже вот видите они могут и не ну вот как бы с натяжением деревяшки тоже кривоватые но например вот с этой стороны у нас хуже получилось потому что я не дождался пока сейчас вам покажу у нас здесь не получился 00 а получился вот рассвет что такое рассвет это когда вот берете например вот так вот видите вот этот вот отклонение видео от пробел тут называется рассвет хорошо хоть не закат закат это когда наоборот у так будет вот так вот это уже закат когда вот здесь у вас будет расхождение то есть не тупой угол сейчас здесь тупой угол а был бы острый тогда нам пришлось все это переделать но можно конечно немножко и подработать но я покажу еще с этой стороны свете вот снизу если эти видно то есть рассвет видно но где-то пол сантиметра то есть когда мы там поджимали если вы посмотрите в части 3 когда мы здесь поджимали все но клей цемент нашу дату искривил планку то есть нужно было бы наверное вот это подождать до следующего дня не делать одним заходом два этих откоса но можем сейчас вот это разрезать обратно нашим вот этим вырезать не надо ничего сейчас вот так разрежем и заново запеним и заклиним с этим понятно что делать так же показывал что мы делали с верхним откосом как мы подготовили вот взяли 9 миллиметров очку гипсокартон приделали нашу планку и сделали три выреза вот он у нас один вырез вот таким образом у нас получился идет на срок сразу его проделали также здесь у нас отметка вот до чего мы будем делать но крепить то есть распирать будем распорками снизу сюда у нас держалась чтобы у нас это четко зашло вот в этот паз вот например мы делали сначала отметку вот на 12 миллиметров гипсокартон посмотрите но казалось что лучше 9 иначе потом будет тяжело вот это открываться окно что здесь что здесь нашеся но здесь еще уголок вот этот вот такой уголок он бы просто помешался бы и здесь посмотрите мы сделали разрез вот такой пилкой по металлу вот так мы делали сделали два таких выреза но делали его держали коромыслом вот так плюс здесь все мы скотчем укрывали чтобы не поцарапать таким образом делали но в этих перчатках не проблема вот так вот делали и потихонечку и здесь чик-чик и все то есть вот таким вот такой пилкой и получился у нас вот такой вырез четкий вот такой будет и здесь у нас уже деревяшка уйдет заподлицо так и также еще сделали два выреза вот здесь посмотрите вот чтоб у нас здесь прижалась и сразу мы отмечали и старались открыть эту дверь уже с уголком чтобы все у нас было здесь четко таким образом нам нужно подпенить то если все у нас уже готово чтобы делать верхний вот этот откос вот будем раскраивать мы гипсокартон вот на вот этом же на этом же козле и потом мы будем делать водой сбрызгивать гипсокартон и вот металлическую части и здесь будем наносить клей-цемент клей-цемент я обратно купил такой же он показал себе очень хорошо особенно с этим средним откосом и потом с нанесенным клей-цементом мы уже будем туда сразу класть и монтировать и подделать подпорочки но это уже в следующем видео сейчас сейчас я тогда буду делать переделаю вот этот уголок потому что нас ну рассвет если мы сможем добиться стопроцентного угла это намного лучше уже при монтаже дерева то есть не нужно будет ни какой-нибудь пену или какой-нибудь клей использовать чтобы сделать ровно угол поэтому сейчас я это переделаю а завтра уже мы будем устанавливать верхний откос он делается немножко по-другому надеюсь что вы продолжите смотреть нашу серию комната отделка в стиль лофт и увидите как сделать верхний откос до следующей серии